Вы знаете, над нами глумиться себе дороже. Год 1984, вспомните? Не вспоминаете? Ну есть же интернет. Посмотрите, как жил СССР и Америка. Вы глумились и враждовали, а сами жили в жопе. Про всё в том же количестве было так же. Уже потом, купив руководство, заставив его пропить своё право, опустив собственников, которые в идеале жили, когда их кормила СССР, и вы что там понтуетесь? Ваши понты привели к двум братоубийственным воинам. Ваши понты колбасят Африку и Ближний Восток. А вы не поняли? Так так оно и есть. Вместо помощи вы вырастили говнюков. Говном этим и любуетесь. И вот вам и Евроньюз, и Би-Би-Си, и Си-Н-Н. А мы этого не хотим. И по сути, вот на кого надо равняться. Ваши олигархи сдуются, а народ, и это ваша власть, всегда и везде коммунизм правил. Вы можете врать про наше прошлое, забыв, что вы сами оттудово. Вам правильно, сказал Китай. Были разные времена. Но нам нужно лучшее будущее. И не копаясь в прошлом, вы посмотрите на нашего соседа. Не лезьте в сраку. Верните нам бесплатную медицину, все высшее образование. Дайте власть народу. И поверьте, все вернется в ближайшие пять лет. Хватит вашего дерьма, сливаемого нам на уши. Или вы охерели от ваших денег. Так вот, на тот свет и там денег вам не будет. Будет вам ад, господа. Потому что в ад здешний вы ввалили свой народ. Хотя, по сути быть, я из того же интернета. Мы еще на десятом месте по отношению к жизни. Но десятое место это совсем и далеко не первое, как было в СССР. Вот как-то так. И каждый месяц количество людей, понимающих прошлое, растет, господа. Мы знали и понимали, что только коммунизм, взращенный из низов, вспомнивший, как это было в прошлом, когда мы спокойно ездили в полноценный отпуск, бесплатно получили жилье, работали восемь часов и получали вместе с достойной оплатой веру в надежду, видимую за каждые пять лет. Мы любили Советский Союз и были братьями. Вот это ваша сила, а не ваше говно из трехсот миллиардеров. Вы пока этого не понимаете. Не понимаете. Пока.